Приветствую вас, и давайте попробуем смотреть ситуацию, которую вы описали с двух сторон. С позицию нашей девушки и с вашей позиции. Вот, девушка. Да, до вас у нее были какие-то отношения, до вас у нее была антимная связь с другими мужчинами, с другими мужчинами. И она вам об этом откровенно говорит. Давайте для начала спросим себя так. Вы хотели бы, чтобы она вам врала? Чтобы она обманывала вас, говоря о том, что у нее ничего не было с другими. Хотели бы вы, чтобы при занятии с ней сексом вы внезапно открыли для себя, что она уже не детственница? Думаю, что нет. Думаю, что не хотели бы. И она, если бы знала, что у вас с ней будет что-то серьезное, то вы вот приезжаете с ней собираетесь и вообще. Она бы, конечно, ни с кем бы не спала. Но она не знала. Она не знала, что будет с вами. И именно поэтому вела себя так, как вела. Просто потому, что ей нужно было жить. Ей хотелось ощущений, эмоций, нежности и любви. Разве она могла по-вашему предвидеть, что будет с вами? Нет. Она поступала так, как того требовала тогдашняя ситуация. Она поступала так, как ей на тот момент казалось правильным и верным. И именно тогда, а не сейчас. Сейчас так бы, она уже не поступила бы. Но уже нельзя вернуть все назад. Соответственно, первое, что нужно сделать вам, это перестать как-то считать, что девушка ваша в чем-то виноват. Главное, что она сейчас любит вас на данный момент. Она хочет быть с вами. Она получает с вами удовольствие, и это прекрасно. Теперь поговорим немножечко, собственно, о вас. Вы знаете, по тому, что вы написали, можно сделать вывод, что вы немножечко в себе не уверены. Вы боитесь, что у вас девушка будет сравнивать. Вы придаете значение девственности. Вы считаете, что девушка может вас бросить. Вы читаете все формы, посвященные этим. Вы явно сомневаетесь в себе, явно сомневаетесь в своей мужественности, явно переживаете по поводу того, насколько вы хороши для своей девушки. Вы явно сомневаетесь, сомневаетесь в том, что она будет с вами, что она хочет быть с вами. Вы сомневаетесь в том, что вы достойны ее. Ну так, может быть, вместо того, чтобы ревноваться к прошлому, которое уже не изменить. стоит подумать, почему вы сомневаетесь. Если вы испытываете проблемы с самоуверенностью, с самооценкой, с гордостью, то нужно подумать, почему, и повышать ее. Если вы сомневаетесь в том, что вы для девушки будете самым лучшим, самым прекрасным, самым красивым, самым сексуальным и прочим, постарайтесь сделать конкретные шаги для того, чтобы она в этом никогда не разобидилась. Постарайтесь вместо того, чтобы думать о себе и ту энергию, которую вы тратите на себя. Ведь вы боитесь, что она вас бросит. Вы боитесь, что она вас будет сравнивать с кем-то. Значит, вы думаете о себе в ее контексте. Так вот, если вы ее любите, если вы действительно хотите сделать ее счастливой, вы постарайтесь всю свою энергию на нее направить. Вы постарайтесь окружить ее такой лаской, теплом, заботой и вниманием, чтобы у нее и мысли не возникли о том, что есть кто-то лучше вас. Более того, у нее тогда и стимула уходить от вас не будет. А зачем, если вы для нее самый лучший? Зачем уходить, если вы и так даете ей все, что нужно? Вместо того, чтобы переживать о том, с кем она была раньше, постарайтесь сделать ее жизнь сейчас прекрасной. Постарайтесь, чтобы она как можно больше улыбалась, чтобы она как можно больше получила от вас внимание, подарков, ласки. Постарайтесь ее интересы полностью. И тогда все будет хорошо. Тогда прошлое забудется, как страшный сон, потому что рано или поздно оно и так исчезнет. Просло стирается, а настоящее остается. А бурничное устраивается над нами. Далее. Если вы сомневаетесь в самом себе и ревнуете ее, как вы написали, то тут я могу вам дать одну небольшую рекомендацию. Как я понял из вашего сообщения, вы испытываете волны этой ревности. Дайте себе установку каждый раз, когда испытываете такую волну. Вместо того, чтобы думать о себе и замыкаться в себе, старайтесь девушке максимально предоставлять внимание, ласку и тепло и заботу. То есть направлять положительную энергию на нее. Вам плохо, вы ревнуете, вот в этот момент обязательно начинайте делать сыр для девушки. И после 3-4 раз, вы автоматически уже будете при этих волнах, вы будете стремиться сделать для нее что-то хорошее. Таким образом, негативная энергия будет расформироваться в позитивную. И ваши отношения никак страдать от этого не будут. Ну а если вы сами переживаете по поводу того, что вы недостаточно для ее хороши, подумайте, что можно было бы сделать, чтобы быть лучше ее предыдущих парней. Реализуйтесь в различных сферах. Повышайте свой кругозор. Будьте интересны, смешны, веселы. смешите вашу девушку, опекайте ее, оберегайте ее, защищайте ее. Делайте так, чтобы она чувствовала вас за каменной стеной. Реализуйтесь в других сферах, как деловой, так и общественной, так и в сфере семейной. Станьте для своей девушки полноценным и самым близким партнером. Постарайтесь принять ее желания, ее потребности, как свои собственные. И тогда места для подобных переживаний у вас попросту не будет. На самом деле, то, что вы испытываете, можно назвать ноткой эгоизма. Потому что вы концентрируетесь на самом себе. И каждый раз, когда вы это делаете, страдает ваша девушка. Потому что ту энергию, которую вы тратите на себя, можно потратить на нее. Те эмоции, которые вы тратите на переживания о том, как у вас плохо, можно было потратить на нее. И если вы будете продолжать в том же духе, она действительно от вас идет. Потому что ей не нужен мужчина, постоянно копающийся в себе. Ей нужен мужчина, мужчина сильный, уверенный в себе. Знаешь, и чего хочет сам, и чего хочет она. Твердая, идущая по жизни, в будущее вместе с ней. Это именно то, что вам нужно ей дать. Далее, можно сказать так. Подобные сомнения не всегда замникают на быстром месте. Возможно, у вас вы ничего не пишете об этом, но возможно, у вас был уже негативный опыт с противоположным полом. Возможно, вы испытываете некоторые действия комплексов, которые у вас имеют место быть. Возможно, вас что-то беспокоит. В таком случае, эти комплексы необходимо прорабатывать, избавляться от них, освобождаться, чтобы быть свободным, чтобы не позволять ситуациям, переживаниям, миражам, прошлому влиять на свою жизнь. Если есть комплексы, их нужно проработать. Комплексы могут идти от некоторых страхов. Страхи имеют под собой магические представления. Если вы переведете их в сферу разума, сможете понять, какие у вас есть слабые стороны, почему вы сомневаетесь в себе и сделаете из этих слабых сторон сильнее. Только когда вы поймете, в чем ваши минусы, в чем ваши слабые места, вы сможете грамотно организовать свое поведение так, чтобы минимализировать негативное влияние этих слабых сторон. А будешь, будешь, еще и сделать их сильными. Резюмируя, можно сказать так, что если имеются некоторые комплексы, их нужно убирать и убирать срочно. Девушка не любит нерешительных мужчин. Девушка не любит мужчин, которые сомневаются и копаются в себе. Поэтому если имеет место что-то такое, то мне обязательно нужно это проработать. В остальном постарайтесь действовать именно так. Ты свою энергию, которая у вас есть, направляйте на девушку, чтобы у вас не оставалось сил, времени на то, чтобы ревновать ее в прошлом. Кроме того, вы пишете, что скоро к ней переедете. Это значит, что ваши мысли могут быть вызваны тем, что вы не с ней. Вы не всегда можете быть с ней. И из-за этого проблемы. Получается, что когда вы с ней будете вместе, она будет все время с вами, вы будете знать, что все хорошо и вас будет уверен в себе. Дальше. Ваши переживания относительно нее не люди держат в себе. Постарайтесь с девушкой разговаривать. Постарайтесь выразить свои сомнения ей. Скажите ей, что вас это волнует, вас это грызет. Попростите, чтобы она рассказала вам еще раз, и еще, и еще, если потребуется. Почему она делала то, что делала? И как она относится к вам? Лучше, чем собственные слова девушки не утвердят вас в том, что вы для нее единственные. И, наконец, следующее. Вам необходимо доверие. То есть, если вы ее любите, то вы ей доверяете. А если вы ей доверяете, значит, ее слова воспринимаются как истину, до тех пор, пока не будет доказано обратно. Соответственно, точно пишут на форумах, лучше не читать. Люди идут на форумах не от хорошей жизни. И уж точно, но не от полноты реальной ее сферы. Поэтому то, что там пишут, далеко не всегда соответствует действительности. А вот то, что говорит ваша девушка, это правда. По крайней мере, если она никогда до этого вас не обманывала, и до тех пор, пока она тебя обманывает, нет никаких оснований думать, что она говорит неправду. И это означает, что ее слова перечеркивают все, что написано на форумах. Не нужно читать то, что говорят другие люди. Это сплетни, это не всегда правда. Это, в конце концов, вследствие самостоятельных, неудачных, неправильных действий людей. И вы, вместо того, чтобы читать форумы, очень было бы хорошо, если бы вы уделяли внимание своей девушке. От лишнего скучаю или люблю, она будет только рада. А вы получите еще одно подтверждение тому, что она действительно ваша. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Я желаю вам всего доброго и удачи!